Новая переправа через реку Провуновку уже наведена. Вчера военные соединили два берега понтонным мостом. Данная конструкция может выдержать до 60 тонн. Но чтобы здесь началось дорожное движение, серьёзную работу предстоит выполнить Примавтодору. Военную переправу привезли сюда днём 15 августа из посёлка Сергеевка. Понтон предоставил инженерно-сапёрный батальон. Плаучий мост раскинулся больше, чем на 70 метров. На него можно хоть сейчас пускать танки. Но чтобы здесь с лёгкостью ездили гражданские автомобили, дорожники обустраивают съезды с берегов. Вчера Примавтодор работал у Кровуновки допоздна. И снова вышел на переправу утром. Понтон, если тяжёлая грузовая машина проходит, он проседает под ним, и получается, он проваливается, выход проваливается. И мы под него сейчас грунт подсыпаем, чтобы более-менее плавный выход был грузовой техники. По сути, понтон – это огромная лодка, которую удерживают на месте стальные тросы. Военные уверены в безопасности своей конструкции для водителей и пешеходов. Но пока не готовы съезды, машины на переправу не пустят. До окончания работ многие местные жители используют самодельную временную переправу, которую насыпали местные предприниматели. Насыпь – это, во-первых, очень опасно. Осенью начнутся дожди, опять река начнёт подниматься, дети тем более вот так переправляются. Это очень опасно. И, во-первых, и рыба даже, вот скоро рыба начнёт, краснопёрка. Это же нарушение экологии. В работе дорожников есть свои подводные камни. Но Примавтодор обещает открыть движение через реку к вечеру среды. Напомним, что понтон – это временная мера, чтобы помочь селянам. Главная задача – заново отстроить разрушенный мост. Евгений Талов, Игорь Антонов, Телемикс.